Добрый вечер, это программа Город С и я Елена Чернявская. Тема программы, как не ошибиться с выбором профессии, полезной обществу и позволяющей самореализоваться. Всего, конечно, не предусмотрено, что ситуация на рынке труда меняется легко и быстро, поэтому прогнозы при нынешнем экономическом положении страны – дело неблагодарное. Однако в этом году эксперты российского рынка труда предположили, что в дальнейшие 10 лет будет сохраняться и расти спрос на инженерные специальности в связи с общей политикой нашей страны, направленной на развитие инновационных технологий. Будет ощущаться острая нехватка профессиональных инженеров, конструкторов, инженеров-технологов, инженеров-строителей, технических специалистов, руководителей среднего звена и высококвалифицированных рабочих. Я представляю гостю в студии заместитель генерального директора по персоналу Ракетно-космического центра «Прогресс» Игуменов Виктор Алексеевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что же, начинаем разговор. Виктор Алексеевич, давно не виделись. Расскажите, какие новости на предприятии РКЦ «Прогресс»? Ну, первое, с чего бы хотелось начать, то, что в прошлом году наше предприятие сменило форму собственности, и с государственным мы стали акционерным обществом. Что это, хорошо или плохо, жизнь, как говорится, покажет. Ну, такие сегодня реальны. Хотя на сегодняшний день стопроцентные акции находятся в государственном управлении. Ну, наряду с этим мы вот стали такими, как есть. Ну, а в целом продолжаем выполнять все те производственные программы, которые у нас имеются. Это по линии Министерства обороны, контракты по линии Роскосмоса, контракты с зарубежными партнерами. И продолжаем быть единственным предприятием в мировом видении, именно предприятие, которое осуществляет пуски трех космодромов. Это космодром Плесецк, Россия, космодром Байконур, Казахстан, и французская Гвиана, Франция. Это все вот наши боевые расчеты, которые выполняют свою работу. Ну, также из нового хочется сказать то, что мы продолжаем работу на космодроме Байконур, на космодроме Восточный, и вот буквально в сентябре месяце мы отправили туда нашу ракету, носитель «Союз-2.1А», который находится там уже на космодроме. И сегодня готовим к отправке блоков введения «Волга» и два наших спутника. Это «Наноспутник» и «Спутник Аист», которые произведены, изготовлены вместе с учеными и студентами нашего Самарского космического университета. Ну, и вы знаете о том, что старт намечен на апрель 2016 года. Ко дню космонавтики как раз, наверное, будет приемлемо. Да, к дню космонавтики мы приложим все усилия для того, чтобы этот пуск провести успешно и начать работу на космодроме и нашей ракетой-носителем, и нашим объектами. Удачи, удачи и еще раз удачи. Да, спасибо, спасибо. Виктор Алексеевич, ну что же, давайте перейдем к теме нашего разговора. Повышение престижа рабочих профессий, задачи, которую президент Российской Федерации Путин поставил еще в 2012 году. Согласитесь, вот не менее важно и восстановление престижа рабочих профессий. Работаете ли вы над тем, чтобы рабочие, обладающие высокой квалификацией, получили и достойное вознаграждение, и самое главное, признание общества? Да, конечно, эта задача, она перед нами всегда стояла и стоит. Достойные заработные платы. Надо сказать, что средняя заработная плата среди промышленного персонала на предприятии на сегодняшний составляет 39 тысяч. Это средняя заработная плата. Ну, отсюда и выводы то, что высококвалифицированные получают в разы больше. То, что касается морального стимулирования, то я вам скажу, у нас широкий спектр вот именно таких поощрений. Ну, в первую очередь, такие самые знаковые у нас. Это есть присвоение звания заслуженный работник предприятия. При увольнении, когда человек отработал более 40 лет и имеет там определенные государственные награды, ведомственные, и активно вел общественную деятельность, то ему присваивается звание почетный работник предприятия, ну, соответствующий с выплатами. Для тех работающих на предприятии ежегодно у нас к двум датам, это ко дню космонавтики, соответственно, и по итогам года присваивается звание лучший работник по профессии, заносятся лучшие работники на доску почета. Вот, самые лучшие заносятся в книгу почета. Книгу предприятия, да? Книгу предприятия, да, которая у вас существует. Да, книгу предприятия, почета, которая хранится в нашем музее. Вот, с описанием заслуг, за что этот человек занесен в эту книгу. Ну, лучшие, также у нас в течение года присваиваются 50 номинований. Это лучший молодой рабочий ко дню космонавтики и лучший молодой специалист. Тоже ко дню космонавтики вот присваиваются такие звания. Ну, кроме этого, имеются еще на предприятии и почетные грамоты, и благодарности. Кроме этого, что лучшие из лучших, достигшие наивысших успехов в труде и внесшие наибольший вклад в развитие отечественной космонавтики, представляются к государственным наградам, к ведомственным наградам. Вот, у нас в этом году уже два человека получили государственные награды. Вот, 45 человек получили знаки ведомственные. То есть, молодежь стремится стать лучшими? Ну, а как же не стремиться? Во-первых, это и престижно. Во-вторых, это действительно почетно. И, в общем-то, наблюдая за молодежью, когда особенно вот мы в торжественной обстановке все это дело вручаем, как правило, нас генеральный директор вручает. Вот, лучшим молодым рабочим, лучшим молодым специалистам эти дипломы. Потом эти люди, соответственно, получают и денежные вознаграждения. И потом из них же формируются лучшие и лучшие. Посещают космодром Байконур, вот, участвуют в запусках. Вот, посещают другие мероприятия, города-герои. Ну, то есть, в общем-то, разнообразные. Для этого, в общем-то, интересно все для них. Ну, и, в общем-то, для нас тоже мы видим, что молодежь стремится быть вот именно в передовых. В списках. Виктор Алексеевич, ну вот я знаю, что сотрудники «Прогресса» вошли в число лучших инженеров России. Это показало недавно прошедший конкурс. Скажите, пожалуйста, вот эта победа для «Прогресса» скорее уже правило, чем исключение? Конечно, правило, да. Мы ежегодно, у нас участвует определенное количество наших и молодых инженеров, и, в общем-то, людей с опытом. Вот, и, как правило, ну, не проходит ни одного года, чтобы у нас не было победителей. Ну, там в зависимости от года бывает там два, бывает восемь человек, бывает там шесть. Ну, во всяком случае, не менее двух человек всегда у нас бывает победителей, это лучшие инженеры, признаются по России. По всей стране. Да, по всей России. Я скажу то, что у нас восемь человек в прошлом году, но они сейчас получают стипендию президента за высокие технологические разработки вот именно по нашим оборонным комплексам. Поэтому, то есть, вот учредили такие стипендии. Сейчас вот на следующий год у нас тоже ряд товарищей поданы на эту стипендию. Вот, надеемся, что в ближайшее время... Они ее получат. Поощряете, стимулируете материально. Это очень самое главное. И я считаю, что молодежь именно... Обратить внимание на рабочие специальности, самый главный материальный, конечно, фактор, высокая белая зарплата, стабильное и постоянное место работы, высокие социальные гарантии. Вы с уверенностью это гарантируете. Правильно я понимаю? Ну, не то, что гарантируем. Я вот... Работает уже много на предприятии. Не помню такого момента, чтобы у нас была какая-то задержка заработной платы. А уж не говорю про... Там вообще не выплаты заработной платы. У нас, согласно трудового законодательства, выплачивается и аванс, и, соответственно, получка. То есть, два раза в месяц работники предприятия получают зарплату. Никогда у нас не было никаких серых там лесков или еще что-то. Вся зарплата, она белая. Все числения, пенсионные фонды, а все другие, она происходит. И люди, даже те, которые когда-то уволились и наступает пенсионный возраст, приезжают к нам за этими справками, чтобы определить, как говорится, свою пенсию, что ли. Поэтому мы, конечно, помогаем всем, те, кто и ранее работал. Ну, вот уж такова жизнь, что люди, где-то работая, вроде бы ушли на какие-то лучшие хлеба, все равно приходят к нам... Возвращаются. Да, возвращаются. И вот именно даже за той зарплатой, которая была у них. Виктор Алексеевич, у нас периодически появляются телефоны отдела кадров. Слушайте внимательно нашу передачу, возьмите себе на заметку. Ну, а у меня вопрос такой. Какие программы поддержки молодежи на предприятии сегодня есть? Прогресс. И вот у нас есть видеокадры, кадры, фото, которые, я думаю, что их очень ярко охарактеризуют. Я предлагаю их посмотреть. Ну, а вы расскажите о молодежи. Ну, вот как раз на этой фотографии тут наш генеральный директор Александр Николаевич получает победителю конкурсу профессионального мастерства вот почетные грамоты и медали за первое, второе, третье место. Это вот у нас ежегодно проходит 12 апреля конкурс профессионального мастерства среди основных работников. Это вот слесаря, токаря, фрезеровщики, электромонтажники. Вот четыре основных у нас специальности. Хотя мы ее в своих приказах выпускаем и предлагаем. У нас и другие разные проходили конкурсы других специальностей. Ну, вот здесь снимки. У нас ежегодно проходят наши соревнования и летние спортивные спартакиады, и зимние спартакиады. Вот перетягивание каната, я скажу, это такое, в общем-то, наиболее, ну, вроде, ну, что такое перетягивание каната? Это интеллектуальная игра, не хуже, серьезно. Там надо все четко рассчитать для того, чтобы победить, перетянуть. Вот, это очень такая сложная. Специалисты не дадут мне соврать, привести. Ну, вот, наша молодежь, вот, причем активно. Очень молодой контингент. Очень молодой. У нас, я скажу, молодежь в возрасте до 30 лет, порядка 27 процентов от всей категории, вот, от общего числа работников. Да, от общего числа работников. Это, в общем-то, нормальный, хороший процент позволяет нам уверенно смотреть в будущее, и, что мы растем, ну, те заслуженные работники, которые уже дошли до пенсионного возраста, кто-то уже уходит на пенсию, на заслуженный отдых, а идет ротация, замена. Вот, у нас тут показали вот и забеги. Кстати, у нас идет, мы активно участвуем в спартакиаде нашего Роскосмоса, вот, и там порядка 80 команд, которые участвуют вот по линии Роскосмоса, ну, то есть наши смежные предприятия. Вот, остался у нас там последний вид спорта, бадминтон, вот, который будет проходить в Звездном городке. Ну, на сегодняшний день, я могу вам показать таблицу, мы занимаем второе место по нашей спартакиаде среди всех предприятий Роскосмоса. Молодцы. Это большой успех, вот, и, в общем-то, мы не сдаем позиции, продолжаем заниматься. Уверены их поддерживать. Да, вот только буквально последний вид спорта был, это забег на семи холмах в Москве, и наши работники, и среди мужчин, и среди женщин заняли в индивидуальном плане первое место. Ну, а там мы в итоге-то заняли третье место. В общем командном зачете. В общем командном, да. Там от этого зависело. Виктор Алексеевич, насколько мне известно, вы ведете еще и активную работу, взаимодействуете с профильными учебными заведениями. Давайте поговорим об этом, как среднего, так и высшего звена. Вот расскажите о необходимости этого сотрудничества, в первую очередь, конечно, для молодых кадров. Что это дает молодежи? Ну, мы действительно многопланово и всесторонне на договорной основе работаем вот и со средними специальными заведениями, и, естественно, с высшими. И хотелось бы отметить, в первую очередь, вот средние специальные заведения, это наши стальные партнеры. Ну, в первую очередь, это наш техникум космического машиностроения, техникум Павловский государственный колледж, авиационный техникум СГАУ. Это вот основные наши, как бы, партнеры техникум, самарский техникум промышленного машиностроения. Вот. И в этих, будем говорить, стенах этих учебных заведений готовятся специалисты, в том числе и для нашего предприятия. Да. Ну, мы помогаем этим учебным заведениям в комплектовании вот этого контингента. У нас есть ответственные люди по каждому техникуму. Мы ведем профориенционную работу в школах. То есть, начинаете даже с начального звена, и выращиваете себе кадры. Можно так сказать, профессиональные. Так оно и есть. Мы начинаем со школ. У нас практически все школы города, они, в общем-то... Подшефные, можно даже сказать, тогда? Ну, не так, что подшефные, но мы со всеми работаем. Сотрудничать. Поскольку к нам обращаются посетить музеи. Вот. Посещаем музеи, там тоже ведется профориенционная работа. Вот. Ну, а то, что тот, кто желает, и там профильные школы, они, естественно, конечно, с нами очень тесно взаимодействуют. Вот, я скажу, у нас три школы, которые на сегодняшний день, ну, понимают, что ли, значимость, и, в общем-то, нашли в себе силы. И уроки труда проходят в стенах нашего учебного цеха. Это вот 89-я школа, вот 162-я сейчас подключилась, 168-я. То есть, ребята окунаются в атмосферу предприятия уже, да? Да, да, да. И смотрят, как в будущем возможно. Наши мастера преподносят всю производственную практику, о чем мы давно говорим. В общем-то, с Министерством образования у нас, как говорится, есть там честное взаимодействие. И мы, как бы, в общем-то, хотели, конечно, этот свой опыт распространить и на другие предприятия, поскольку нам не безразличны наши коллеги. Это очень важно, Виктор Алексеевич, что вы обращаете именно на этом этапе свое внимание на будущее поколение, которое возможно на уроке труда и определиться с выбором будущей своей профессии. Совершенно верно. Мы понимаем, вот даже в тяжелое время, когда у нас вроде бы там бывали моменты, то есть финансирование туговато и все, но мы всегда находим на период летних каникул 200 мест для вот именно школьников, для детей наших сотрудников. И детки с удовольствием приходят и учатся. И, в общем-то, это, будем говорить, такой проект, он пользуется очень большой популярностью. И хотят попасть там многие, я скажу, довольно-таки известные люди своих деток, кто немножко понимает, что приобщить к труду и показать, чтобы увидели все. Тоже просятся о том, что вы возьмите там вот на практику, ну, такое. И очень отрадно слышать. Да, и это очень, я скажу, полезное дело. И то, что вот эти же половины из них опять к нам приходят, они уже знают, куда прийти, где находится отдел кадров. Мало того, что они там деньги какие-то получают, что-то могут купить себе. Ну, а во-вторых, они знают уже, что такое завод на ИОЖ. Сегодня, что там греха таить. У нас фильмы-то про заводы, про предприятия только старого, а нынешние как-то все больше по другой тематике. Да, да, да. Вот буквально вчера весна на Заречной улице. Да, ну, с удовольствием, да, мы смотрим вот эти фильмы. Но они немножко устарели. Сегодня-то и оборудование другое, и совершенно другие подходы. И сегодня уже тот же токарь, это оператор станка с программным управлением. Это тут нужно уже люди с высшим образованием стоять. Виктор Алексеевич, у нас есть сюжет, очень ярко характеризующий ваши слова. Я предлагаю его посмотреть. Внимание на экран. Интересно, она настоящая? Похоже. Что и в космос полететь может? Ну, не знаю. А что нужно для того, чтобы она полетела в космос? Знание и труд. В смысле? Чтобы создать ракету и вывезти ее в открытый космос, необходим труд многих специалистов. А ты откуда знаешь? А я и сам один из них. Ты? Да ну, заливать-то. Да нисколько. Ты в курсе, в каком городе живешь? Естественно, в Самаре. Вот именно, в Самаре. Космической столице России, известной на весь мир. Именно здесь создавалась ракета «Восток-1», на которой полетел в космос Юрий Гагарин. Вот, смотрите. Крупнейшим предприятием нашего города является ракетно-космический центр «Прогресс». Ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракетно-космической техники. Наше предприятие выпускает самые надежные в мире ракеты-носители семейства «Союз». К началу 2014 года на его счету более 1800 успешных пусков. Основной объем запусков сейчас приходится на космодром «Байконур», где находится филиал Самарского космического центра. Наши ракеты стартуют из космодрома «Плесецк», самого северного космодрома в мире. Виктор Алексеевич, много говорится, конечно, о смене поколений, если речь идет о таких больших предприятиях, как «Прогресс». Вот вам, как начальнику правления кадрами, наверняка известны не одни династии, которые проработали на заводе. Возможно, это чья-то личная заслуга? Ну, наверное, конечно, возможно, но в первую очередь личная заслуга всей кадровой политики от нашего генерального директора. Так как работает он, и своим примером показывает, и нас всех заражает, и нам не дает, как говорится, расслабиться. А что работают у нас династии? Конечно, у нас их много. У нас порядка 500 династий работают на предприятии. Причем у нас где-то 15 династий, это вот проработавшие от 250 лет и более. Это вот династии Тюриных. Мы в прошлом году их отмечали на День машиностроителя. А сколько поколений, Виктор Алексеевич? Извиняюсь, перебиваю, но просто вот очень любопытно. Ну, три поколения, как правило, вот те, которые работают. А так-то, если считать, там уже, наверное, 4, и некоторых уже и 5, да. То есть у нас ведь само предприятие-то оно с большой историей. Все-таки 120 лет. Это была московская, как говорится, эпоха до 41-го года. И с 41-го года вот на сегодняшний день уже почти уж 80 лет здесь, на Самарской земле находимся. И, в общем-то, вся вот эта вот... То есть преемственность, она существует, она верна? У нас еще на сегодняшний день, но они на заслуженном отдыхе, вот, есть еще люди, которые вот приехали и приступили с 41-го года. Их, правда, осталось немного ветеранов, да. Их там порядка 15 человек, но они, в общем-то, есть. Работают и передают свой опыт молодому поколению. Нет, они не работают, они находятся на заслуженном отдыхе. Да, понятно, конечно. Но мы их приглашаем на все мероприятия на наши. Это уникальные люди, это просто, как говорится, ну, наша гордость. И они, как бы, как знамя нашего предприятия. Ну, вот, говоря про династии, вот, я уже сказал, то, что тут династии Тюриных, династии Жугалевых, династии Вельминских, династии Сапогиных. Ну, то есть много можно перечислять. Вот, вот, от 150 до 200 лет у нас порядка 200 династий таких. Ну, там, где-то от 50 до 100 лет порядка 250. То есть, вот, общие как бы, мы их ведем, учитываем эти династии. Вот, ну и... И по сей день говорите спасибо. Да, ну, и вот, сами посудите, то, что близкие не будут же желать плохого чего-то своим близким. Там, дедушка, бабушка или мама с папой тоже будут желать только хорошего. И поэтому они сами там проработали. И сами предлагают и своим детям, и внукам. Ну, для детей яркий-то пример всегда перед глазами. Это родители. Поэтому я думаю, что силком-то, конечно, никто никого никуда не тащит. Нет, нет. А это добровольное начало, это очень радует. Виктор Алексеевич, ну, просто времени сильно много у нас с вами остается. Я хочу спросить, какие на сегодня специальности востребованы на прогрессе? Пользуясь случаем, можно пригласить всех желающих. Вот, с чего нужно начинать? Мы с вами говорили про школу. Вот, если сейчас специалист хочет прийти работать к вам, что нужно сделать? Ну, вы знаете, ну, обратиться, конечно, в отдел кадров, вот. Ну, для молодежи хотелось бы что пожелать? Первое, то, что определиться как-то в жизненной позиции. И я скажу о том, что у нас, опять же, будем говорить, яркий пример такой, генеральный директор, который начинал свою трудовую карьеру слесарем и прошел поэтапно все, как говорится, ступени роста, дошел до генерального директора. Вот, и сегодня он является и доктором технических наук, и профессором, и, в общем-то, человек, который, как говорится, олицетворяет всю нашу российскую космонавтику. И таких у нас на предприятии, в общем-то, много, которые прошли поэтапно, вот, все, начиная от рабочей специальности до руководящих. Карьерный рост есть, возможен, перспективы отличные. Есть, есть, есть. Ну, а какие специалисты нужны? Ну, на сегодняшний день нужны хорошие станочники. Это, они всегда были нужны. Ну, и, в общем-то, сегодня мы тоже никогда от них не отказывались. И готовим, и ориентируем на эти специальности. Это и токари, фрезеровщики. Другие специалисты тоже, в общем-то, нужны. Это электромонтажники, это и штамповщики, и выколочники, и доводчики. Вот, и слесаря, сборщики. Ну, может быть, меньше, так сказать, доли. Но все равно. Виктор Алексеевич, если вы в специалисте видите потенциал, вы обучаете на предприятии? Ведется обучение, конечно, да? Я знаю, вы даете квалификационное свидетельство. Да, у нас есть, во-первых, лицензия у нашего отдела подготовки кадров на право обучения. Вот, и тот, кто не имеет никакой специальности, мы обучаем. Он приходит, учится учеником, вот, получает профессию. Причем мы доплачиваем там 80% от общего, за хорошую, как говорится, подготовку. 80% еще доплачиваем в период обучения. То есть, получается, это в пределах 20 тысяч человек получает вот... За то, что он учится. Да, как бы стипендию такую. Вот, ну, и после этого, получив стипендию, согласно трудового законодательства, человек, естественно, должен, как бы, отработать на предприятии. Ну, и за это время, как правило, адаптируется и уже остается. А там, как он себя показывает, если он хорошо показывает себя, и... Ну, очередной разряд, пожалуйста. У нас тут никаких, так сказать, задержек здесь в этом нету. Вот, пожалуйста. То есть, молодым всегда? Дорога, дорога, да, открытая. Виктор Алексеевич, хочу предоставить вам в конце заключительное слово. Ну, что бы хотели пожелать? Ну, во-первых, своему коллективу, всем тем, кто работает. Может быть, есть что сказать? Какие-то, может быть, слова благодарности или напутствие? По традиции передачи я предлагаю вам заключительное слово, пожалуйста. Ну, в первую очередь, конечно, пожелать нашему трудовому коллективу слаженной и успешной работы. Вот, у нас есть много проектов, которые, в общем-то, находятся в стадии разработки, и мы хотели бы, конечно, их довести до логического конца. Вот, все те наши задачи, которые стоят перед нами, как вот перед головником, перед головной организацией, чтобы, конечно, выполнять в срок. Вот, и, ну, обращаясь к смежникам, чтобы они нас не подводили, чтобы поставляли качественную продукцию, вот, чтобы мы в итоге, как при выполнении задания, чтобы она у нас была на высоком уровне, и мы могли гордиться своими достижениями и успехами. Вот. Ну, а той молодежи, которая сегодня учится, продолжает у нас порядка тысячу с лишним человек, которые заключены контракты и с ГАУ, со студентами, и с МГТУ, и в КУТе. Вот, пожелать им, как говорится, набираться вот этих знаний, ну, и получать хорошие навыки на практике у нас на предприятии, и, естественно, влиться в большой трудовой коллектив. Дружной команды. Да, дружной команды. Ну что же, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо за очень интересный разговор, за новости, которыми пришли поделиться. Спасибо, Виктор Алексеевич. Игуменов был сегодня гостем программы «Город С». Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»